Сегодняшнюю проповедь я назвал «Благослови свои обстоятельства». Вот хочу, чтобы вы посмотрели сейчас на свои обстоятельства, которые у вас изложили в жизни. Не важно, какие они по-вашему сейчас хорошие, плохие, не очень, со смыслом, бессмыслом, не имеет значения. Просто посмотрите на свои обстоятельства. И пока я буду рассказывать вам места писания, просто смотрите на них периодически, знаете, так положите их перед собой на столе и просто поглядывайте на них периодически, чтобы не сбежать. Мы с вами сегодня поговорим о трех местах писания. Они, может быть, и не связаны между собой напрямую, но они говорят примерно об одном и том же. Первое местописание, о котором мы с вами поговорим, это Евангелие от Луки, 10 глава, 17 по 20 стихи. Семьдесят учеников возвратились с радостью и говорили «Господи, и бесы поминуются нам об имени Твоем». Он же сказал им «Я видел сатану, спавшего с неба, как молнию. Все дали вам власть наступать на змей и скорпионов и на всю силу вражек, и ничто не повредит вам. Однако же не тому радуйтесь, что духи вам поминуются, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах». Какой вывод мы можем сделать из этого места писания? Первый вывод, который мы можем сделать, это то, что духи, неважно сейчас какие, Иисус не произносит слово «бесы», он говорит «духи», хотя ученики пришли и сказали, что бесы поминуются и об имени его. Если духи повинуются нам от имени Иисуса, то есть если мы говорим «во имя Иисуса и духи поминуются нам», неважно, какие сейчас, да, небесные или принесподние, то значит, что в имени Иисуса есть какая-то сила. И что примечательно, неважно, знаем мы, что это за сила, или не знаем мы, что это за сила, она там есть. Знаете, очень многие люди, особенно в подростковом возрасте, неважно, это подростковость физическая, то есть возрастная или подростковость духовная, склонны думать, что если они во что-то не верят, или что-то не понимают, или чего-то пока не видят, то этого нет. И пытаются испытать разного рода законы природы, законы судьбы, закон Божий, но на самом деле есть сила в имени Иисуса Христа. И даже когда он служил здесь на земле, и он был абсолютно на 100% человеком, и на 100% Богом, и находился вследи нас, и был светом этому миру, да, но свою не приняли его. В его имени, даже вот в его имени, когда он был еще здесь, в человеческой плоти своей, в нем была сила. Это значит, что эта сила была передана ему от отца, мы дальше потом будем читать, и это значит, что когда он нам говорит, «Се, даю вам всякую власть», что это значит? Если царь наделяет меня всякой властью, это значит, что я имею право делать все то же самое, что делает царь, и у меня есть все те же полномочия, и вся та же власть. И я имею сейчас власть ту же самую, которую имеет Иисус Христос. Но не об этом говорить нам нужно радоваться, а о том, что наши имена записаны на небесах. Смотрите, очень важный момент, что в имени Иисуса таки да, есть сила. Но может ли этой силой пользоваться человек, не верующий в Иисуса Христа? Сейчас проверим. Сейчас проверим. Кто-то говорит, что нет, кто-то говорит, что да. Нужно же выяснить этот вопрос. Может ли человек, не верующий в Иисуса Христа, именем Иисуса творить те же чудеса или нет? Сейчас проверим. Ну, вот говорят, что некоторые верят, что может, некоторые верят, что не может. Сейчас проверим, все выяснилось. Всему свое время. Второе, то, что какой вывод мы можем сделать из этого отрывка, это то, что люди, которые пошли делать Божье дело... Смотрите, когда мы читаем предварительно этот отрывок, о том, когда он посылал этих серий из учеников, то есть, там есть два очень важных момента. Момент первый. Он говорит... Нет, сначала так написано. Посылал их туда, куда прежде сам хотел идти. То есть, чтобы куда-то идти, нужно, чтобы Бог хотел, чтобы мы туда шли. То есть, Он сам должен был дойти, и мы должны идти туда, куда хочет Бог. Второй момент, который там написан, он говорил, ничего с собой не берите. Что это значит? То есть, не надо там ни зубную щетку, ни пасту, ничего там с собой, знаете, смену какой-то одежды. Он говорит, ничего не берите. У вас все будет. Потому что он обеспечит. Он обеспечивает всех. И Он говорит так, придете и скажете, мир вашему дому. Если примут вас, ночуйте там, а не примут, отряхивайте поясок и продолжайте. я все обеспечу. Почему? Потому что Он говорит, я сам туда хочу пойти. Но Он говорит, другими словами, я не могу туда пойти. Потому что я один, ну, тогда Он был один, здесь на земле, в виде человека, Он не мог туда пойти. Везде. И туда прошли 70 Его учеников. То есть, первое, как мы уже сказали, в имени Иисуса есть сила. Эту силу Он дал нам. И у нас теперь есть сила и власть такая же, как была у Него. В подтверждении этому Он говорит, вы сотворите чудеса не меньшие, чем я. И даже большие, чем я. А чудеса Он мог творить какой властью? Властью пославшего. Аминь. Дальше. Следующий отрывок. Деяние апостолов в 3 главах. С 1 стихом. Петр и Иоанн шли вместе в храм в час молитвы 9. И был человек, хромой от чрева матери его, которого носили и сажали каждый день при дверях храма, называемых красными. Просить милости у него, входящих в храм. Он, увидев Петра и Иоанна, перед входом в храм, просил у них милости. Петр с Иоанном, смотревшись в него, сказал, взгляни на нас. И он пристально смотрел на них, надеясь получить от них что-нибудь. Но Петр сказал, серебра и золота нет у меня, а вот что имею, то даю тебе. Во имя Иисуса Христа на зре встань и ходи. И взяв его за правую руку, поднял, и вдруг укрепились его ступни и колени, и вскочив встал, он начал ходить, и вошел с ними в храм, ходя и скачая, хваля Бога. И весь народ видел его, ходящим и хвалящим Бога, и узнали его, что он был тот, который сидел у краски двери храма, для милостей, и исполнились ужаса и в изумлении от случившегося с ним. И как исцеленный храмой не отходил от Петра и Иоанна, то весь народ в изумлении сбежался к ним в притвор, называемый Соломонов. И увидев это, Петр сказал народу, мужи израильские, что удивитесь ему, или что смотрите на нас, как будто мы своей силой или благочестием сделали то, что он вводит. Бог Авраама, Ицхака и Якова, Бог отцов наших, прославил сына своего Иисуса, которого вы предали, и от которого отреклись перед лицом Пилата, когда он предлагал освободить его. Но вы от святого и правильного отреклись и просили дароматом человека убийцу. А начальника жизни убили, всего Бог воскресил из мертвых, чему и мы свидетели. И ради веры во имя Его, имя Его укрепило всего, которое вы видите и знаете, и вера, которая от Него даровала Ему исцеление себе перед всеми вами. То есть, прошло какое-то время, с момента, как Иисус дал власть своим ученикам, кстати, среди 70-ти были 12. Он дал им власть. прошло время и Иисуса уже на земле не было. Он уже сидел на небесах. И Петр и Иоанн шли в храм и силой имени Его подняли человека с земли. И что тут написано? Что когда увидели это, все наполнились ужаса и изувлением. И они, зная, с кем имеют дело, вот Петр и Иоанн, знали, с кем имеют дело. Он говорит, неужели вы думаете, мы собственным благочестием это делали? Или праведностью своей? Нет. Мы это делаем именем того, и они напомнили ему, чьим именем они это делают. Отвлекусь немножко от Библии и обращу ваше внимание на некоторые истории из Талмуда. Перечислять их не буду, но вот что интересно. Давным-давно в Европе, ну и в частности здесь, на территории Ближнего Востока, евреи были те, которые отсюда не уезжали. В частности, были евреи, верующие в Иисуса Христа. Они назывались первые христиане или Мешихиим, или Нацианим. И здесь же были и фарисеи. Был первый после изгнания имеется в виду евреев, после разрушения храма Синодрион. И что интересно, вот несколько историй описывают такой факт, что когда не могли исцелить кого-то из людей, силой священников. Кстати, кто смотрел фильм «Избранные» или сериал «Избранные»? Очень рекомендую посмотреть в Ютьюбе. Там прямо показано, как пришел Никодим, помните про Никодима? Пришел изгонять бесов, то есть, Марии и Магдалина и не смог. То есть, они изгоняли бесов, они знали, что это такое. И вот в Толмуде написано, что евреям, из которых не удалось изгнать бесов традиционными еврейскими искусствами, разрешалось обращаться к христианам, потому что, говорит, именем того человека, которому они это делают, бесы выходят. Есть такие истории в Толмуде. То есть, это не сказано. бесы повинуют себе Иисусу. И вот интересно, что на протяжении всей истории человечества был такой период, продолжается период в 2000 лет, когда кто-то именем Иисуса Христа действует и у него в жизни происходят чудеса. А кто-то именем Иисуса Христа действует и у него ничего не происходит. А кто-то не верующий именем Иисуса Христа действует И бесы тоже слушаются. Только по мозгам потом ему же не дают. И мы эти истории тоже читаем внимательно. К чему я все это рассказываю? Я почему попросил посмотреть на ваши обстоятельства? Вот у этого человека, который сидел возле красных ворот храма, у него тоже были обстоятельства. Во-первых, он от рождения написан, не от рождения, а от чревоматери. То есть он, смотрите, тут не просто так написано от чревоматери. Здесь написано от чревоматери, что как будто бы его Бог наказал внутри чревоматери. Потому что вы помните, что в салмах написано, что это Бог соткал нас в чревоматери нашим. По косточкам прямо. Здесь написано от чревоматери, потому что хочется подчеркнуть кому-то, что все считали, что это Бог его наказал. Кстати, эту историю мы слышали еще и до этого. Помните про слепого, которому Иисус грязью помазал глаза, и он прозрел? Тоже спросили, кто соберешься? Он говорит, никто не согрешил. Это для славы Божьей. Здесь произошло то же самое. У него были обстоятельства. Все думали, что он проклят Богом. Но он же не виноват, если он родился хромой. Значит, что согрешил? Родители. Соответственно, его носили, сажали у дверей храма. Ну, кто-то благодетельствовал ему. У него были обстоятельства. Он не мог прожить, скорее всего, и одного дня без того, чтобы просидеть возле Красных Ворот и не получить невыстрый. Ну, тогда, просто, если вы не знаете, битво грюм еще был закрыт. Ну, тогда только им начинали строить, а тогда не было еще. Ну, и потом интернета тоже не было. Нельзя было ни заявки подать, ни на инвалидность, ни на что. То есть, короче, когда собрал минуту милостыню, кушаешь. Не собрал минуту милостыню, не кушаешь. У него были обстоятельства. И он сидел и ждал своим человеческим умом от очередных двух входящих в храм человеческого расположения. Ну, то есть, они видят же, калека сидит. Что принято делать, когда сидит калека у ворот храма, аж до сих пор? Подать. И здесь так и написано. Он говорит, взгляни на нас. Кто-то ему говорит, взгляни на нас. Кто взглянул и пристально ожидая получить от них милостыню. Потому что это все, чего он ждал. Он в своих обстоятельствах максимум, чего ждал, это милостыня от того, кто ему подаст. Причем, насколько я помню, я могу ошибаться сейчас, но, по-моему, я не помню. Красные ворота, они были для простолюдинок. То есть, туда не могли зайти вельможи какие-то. Они сходили с другой стороны в храм. А для простолюдина, то есть для тех, кто жил в городе, для нижнего города, так называемого, это были красные ворота. То есть, он ждал от людей простых, простой милостыням, умом своим человеческим. И вот пришли, которые вам, кстати, первый ли раз они туда пришли? Вопрос второй. А единственный ли коллега этот был, который там сидел? Почему нам про это рассказывают? Почему нам про этого коллегу рассказывают? Интересный вопрос, да? На самом деле, в Библии очень много разных случаев описывается, когда... Вот говорят, что в Евангелии расходятся между собой. Они разные. Они не об одном и том. Они об одном и том. Просто кому-то нужно было показать, что Иисус такой же человек, как и мне. И он показывал его с человеческой стороны. Другому нужно было показать, что он Бог. И он показывал его с Божьей стороны. Третьему нужно было показать, что он и Бог, и человек. И он показывал его и так, и так. А четвертый просто исследовал его жизнь. И показал все стороны его жизни. И поэтому иногда мы читаем об одних и тех же событиях. Только где-то это рассказано очень подробно. Как разбирали крышу, как опускали вниз. А в другом месте написано. А еще расслаблено мы сцени. Да, мы не встречаем больше никаких историй в деяниях апостолов по поводу именно этого коллеги, которого истили Петр и Иоанн. Но Петр и Иоанн каждый день ходили в храм. Потому что так было принято. Они ходили, чтобы приносить жертву, ну как и все остальные ерундии. И скорее всего они проходили каждый раз мимо разных коллег. И почему бы им не исцелить кого-то другого? Но я обращаю ваше внимание, опять же, именно на первые отрывы, которые мы с вами прочитали из Евангелия от Луки. Кстати, Евангелие от Луки истилия не больше всего. Вы знаете почему? Потому что Лука был врач. Его это интересовало. Ну это я пошутил. Не обращайте внимания. Так вот, деяния апостолов тоже писал Лука. И поэтому ему надо было что-нибудь провести. Так вот, мы читаем здесь, что они обратили внимание именно на этого коллегу. Но этих коллег там было много. Так же, как помните в купальне Бейтхезда. Их там толпа. А подошел он только к одному. Еще раз возвращаясь к этому отрывку. Бог ведет нас туда, куда прежде сам хочет прийти. Бог сердцелет. Смотрите, что происходит также. Знаете, какой большой отрывок. Аж целых 16 стихов. О том, как он скакал. И славил Господа. И не отходил от Петра и Иоанна. И как все удивились. И как все ужаснулись. И как все пришли. И там целую лекцию Петр прочел. И проповедовал им Евангелие Иисуса Христа. Это же ведь все Бог предусмотрел. Вот исцеляя никого-то другого, ничего бы не было. Должно быть последовательность событий. Помните про 10 прокаженных, которых исцелил Иисус Христос? А вернулся только один. Разве Иисус не знал, что вернется именно этот? Конечно знал. Но исцелим еще 10, чтобы показать, как говорится, с кем приходится иметь Евангелие. То же самое здесь. Бог хотел исцелить именно этого коллегу именно в этот день. Потому что, скорее всего, именно в этот день в храме находились именно те люди, которые должны были услышать именно это послание. У всех у них были обстоятельства. И у Петра с Иоанна были обстоятельства. Я не знаю, вообще хотели бы им там задерживаться вообще в храме. Может им нужно было просто прийти и там, так сказать, помолиться и уйти? Мы же ведь не считаем, что они каждый день приходили, проповедовали там Иисуса Христа, как были распятого, тем более после того, как им запретили это дело. У них у всех были обстоятельства. Но Бог выше наших обстоятельств. И Его именем происходят совершенно другие вещи. Вот пройди они там на пять минут позже или на пять минут раньше. И не заметили ли бы этого человека? У нас же не знаю, как его зовут. Не знаю. Но знают, что Он там был и что Его Господь исцелил. И вот здесь написано в 16 стихе И ради веры во имя Его. То есть, не из-за того, что они верят в Его имя, а ради того, чтобы вера укрепилась в имя Иисуса. И имя Его исцелило этого больного. Так говорит Петр сам. Потому что он до этого говорит, мы свидетели всему тому, что происходило там, в тот день, когда Он воскрес из мертвых. И именно потому, что мы верим, Его имя исцелило. Не потому, что мы произносим это имя. А потому, что мы верим в то, что это имя исцеляет. А почему они верят? Потому что, вы знаете, Иисус много чего говорит. Но до последнего дня мало кто верил в то, что он рассказывает. Он, Иисус, даже им замечание сделал. Вы со мной, потому что кушали. И чудеса видели. Поэтому вы со мной. И когда Он сказал, ешьте плоть мою и пейте кровь мою, пятьсот или сколько там, пять тысяч человек, как корову языком сдул. Слизнул. И Он своим ученикам двенадцати говорит, ну что, может и вы с ними тоже? Он говорит, нет. Мы-то уже все поняли. Но при всем том, что они поняли, они по большей части не верили. Иисус говорит, мне нужно прийти в Иерусалим, мне нужно быть преданным, нужно быть избитым, раскатан, умереть и на третий день воскресенье. Тот же Петр, который сейчас говорит про веру, вымя его, достает мне и говорит, да не бывает этого. Да я с тобой тут сейчас рубаху насервал там. А Иисус ему говорит, Петр, трижды петух еще не пропоет, а ты уже трижды не обрадашь. Тут кто-то я, да в жизни никогда, да ты что, я же Петр, камень, скала. И он третий раз его предает, и пропел третий раз петух. И он понял, наконец-то, наверное, что все, что Иисус говорит, правда. Но при всем при этом, я напоминаю вам, что даже, когда они не верили в чудодейственную силу имени Иисуса Христа, она работала. Она работала. Они пришли и сказали, слушай, мы твоими называем бесы, разбегаются? Он говорит, конечно разбегаются, а так вы думаете? Кстати, только бесы никогда не ставили под сомнение божественности Иисуса Христа. Только люди ставили. А бесы никогда. Они всегда знали, кто перед ними стоит. И вот сейчас тот самый Петр, который когда-то был в разряде неверующих, так же, как Ифома. То есть, Иисус говорит, он постоянно спорит. Говорит, он спорит. И вдруг он говорит, вера в имя его исцелил его. А до этого Иисус говорил, вера ваша спасла вас, верой твоей ты исцелил. Они все это слышали, но почему-то не принимают. Бывает. Ну, такое поведение у подростков. Подростки, они слушают, мы же правду им говорим, так оно и есть. А они нет, они пытаются искусить судьбу. Но в конце концов, они все равно приходят к правильному решению. И последний отрывок, о котором я хочу поговорить, а потом я хочу, чтобы мы с вами поговорили конкретно о наших обстоятельствах. Деяние апостолов, 19 глава, с 13 по 17 стихи. Очень интересное место. Даже некоторые из спитающихся иудейских заклинателей стали употреблять над имеющими злых духов имя Господа Иисуса, говоря, заклинаем вас Иисусом, которого Павел проповедует. Это делали какие-то семь сынов иудейского первосвященника. С кем вы? Но злой дух сказал в ответ, Иисуса знаю. И Павел неизвестен. А вы кто? Брать внимание, не человек сказал. Злой дух, который сидел в этом человеке, сказал, Иисуса знаю. Пересмотрите внимательно. Иисус Бог, еще бы он его не знал. Потом говорит, и Павел неизвестен. То есть, вот, то, что Иисус говорил в самом начале, наши имена записаны на небесах, именно поэтому бесы их знают. Когда они записаны от начала века. Когда они все еще были там. когда они все еще были в присутствии Божьем, они уже знали каждого из нас. Тех, кто именем Иисуса будет потом повелевать им уйти. Мы в это не верили, наверное, Петр и Иоанн. Они не поняли этого. Мы сегодня исследуем Библию уже две тысячи лет и понимаем, вау, Иисус за рядом говорил. Этому надо радоваться. Что вышел бес и говорит, да Павла я знаю. Хотя Павла там не было рядом. Откуда он знает Павла-то? Если бы Павел встречался с этим человеком, у которого злой дух, он бы и знал этого злого духа. Правильно? Ну так или нет? Однозначно да. Откуда он знает Павла? Наши имена записаны на небесах. Я хочу, чтобы вы это запомнили. Наши имена. Записаны на небесах. От создания мира Бог нас всех знал заранее. Написано всех, кого он предузнал, оправдал, осветил и уподобил сыну своему. А, и прославил. И уподобил сыну своему. Так написано в послании к гребнею. Кому в 8-й глобе если я не ошибаюсь. То есть, так и да, наши имена записаны там. И именно поэтому бесы нас знают. И нам повинуются. Не потому, что мы великие экзорцисты. Иисус говорил, я вам даю всякую власть. Понятное дело, что он дает должен... Вот, скажите, царь может знать, а бы кому всякую власть? Тем более, Иисус говорит, я ничего не делаю, не видя Отца Творящего. Как он мог просто взять и сказать, у тебя такие красивые зеленые глаза под цвет твоего платья. Давай мы тебе дадим всякую власть. Нет. Иисус говорит, не вы меня, а я вас избрал. То есть, он нас избрал, предузнал, оправдал, осветил, прославил и дал нам всякую власть. Почему? Потому, что имена наши записаны на Неписан. И поэтому бесы эти имена знают и повинуются нам именем Иисуса Христа. Потому, что мы Его. Мы Божий. И за нами тот, кто стоит, он больше, чем того, кто стоит в этом мире. Иисус говорит, я видел того, кто спал с неба, как молния. И поэтому даю вам всякую власть наступать на всю всю власть. Опять смотрите, что здесь происходит. Злой дух сказал в ответ, Иисуса знаю еще. И Павел неизвестен. Понятное дело. А вы кто? То есть, их имена не записаны на небесах на тот момент. Может, они и покаялись, я не знаю. И бросился на них, а даже написано, кто? Человек. То есть, духи управляют человеком против другого человека. Мы вот людей винием в том, что они на нас там нападают, они против нас действуют. Нет, это не люди против нас действуют. им злой дух управляют. Они не могут с этим ничего сделать. Нам молиться за них нужно именем Иисуса Христа и изгнать этого злого духа. И вот тут как раз проверим. Божьим или нет. Конечно, Божьим. Потому что наши имена записаны И написано, Иодолевых взял над ними такую силу, человек, над ними, их семеро, если что, вот отсюда пошло выражение «держите меня семеро», что они нагие и избитые выбежали из того дома. Один против семерых. Почему? Потому что власть без силы, вернее так, сила без власти это бандитизм. А это плохо заканчивается. То есть, когда есть власть без силы, это не власть, ее нет, не существует. А вот когда есть сила, нет власти, им же Иисус власть не давал? Не давал. Есть сила, власть и нет, все, это бандитизм, его накроют. Свои же причины. И дальше написано, «Это сделалось известно всем живущим в Эфесе, иудеям, иеленам, и напал страх на всех. Их и величайно было имя Господа Иисуса». То есть, написано в Писании, что «Всякое колено, небесное, земное, преисподнее, преклонится перед именем Иисуса, и все познают, что Иисус есть Христос». То есть, помазанник, «То есть Мессия». Здесь написано, что его имя вдруг стало величайным. «Эфес». Интересное место. Паста Галезия был там на конгрессе «Слово жизни», и он говорит, «Я понял, что это за место? Это страшное место. Это, говорит, место, в котором, говорят, просто вот, синагога, публичный дом, библиотека». Не, наоборот, синагога, публичный дом, библиотека. То есть, выходишь из синагоги, налево, публичный дом. Поэтому, налево ходил, оттуда пошло. Ну, жутко, понятно, да? Но, тем не менее, вот, это три здания, которые, более-менее, сохранились. Синагога, публичный дом, и библиотека. Что было в библиотеке? Что было в публичном доме? Что было в синагоге? Плотские всякие дела, которые там ходились. Синагоги, обязание говорит, что устами своими приближаются, ко мне сердце, и далеко от меня. В библиотеке мудрость человеческая. В публичном доме, не будем говорить, что? Все плотское вокруг. И в этом городе, в этом городе написано, имя Господне было величайно, потому что на всех наполучилось. Один случай, когда кто-то произнес имя Господа в суе и не помогло. И тут же все поменялось. К имени Господу начали относиться по-другому. Его вдруг начали величать. Я все еще хочу, чтобы вы посмотрели на свои обстоятельства. Заклинатели знали имя Иисуса Христа. И применяли его на всякий случай. Вы думаете, эти заклинатели не боялись этого злого духа? Конечно, боялись. Они хотели его узнать? Побуждение были добрые? Сказали, вон, выйди именем Иисуса, которого Павел исповедовал. Тот и сказал, сейчас, ага. Бегу, только шнурки подважив. И там же они охватили от этого духа в виде человека. Но они знали силу имени Иисуса Христа. Теперь вопрос. Когда у нас есть обстоятельства, давайте посмотрим теперь на наши обстоятельства. Каждаем на свои. Не надо их озвучивать. Это ваши обстоятельства. Вот разложите их перед собой и посмотрите на них внимательно. Не кажется ли вам, что часть этих обстоятельств какие-то враждебные по отношению к вам? Что-то где-то отлукавлено. Что-то где-то беспорядочное. Что-то где-то агрессивное по отношению к нам. Есть такое? Есть. Или только у меня такое? У всех есть, да? Смотрите. Если мы сейчас возьмем все наши трудности, не важно сами мы их себе создали или кто-то нам их подложил, сейчас не имеет значения, мы виноватых нечем. Если возьмем все наши трудности, все наши странности, все наши беды в кавычках, все наши непонятки в кавычках, поднимем вот так вот на руках, как возле красных ворот и скажем Господь во имя Иисуса Христа, пусть все это, что не от тебя, уйдет, сгорит прямо сейчас, а все, что от тебя, да укрепится и возрастет. Во имя Иисуса Христа, которого мы исповедуем. есть сила в имени Иисуса Христа, и эта сила сильнее любой другой силы, даже если вы сегодня совсем немощны, и вы сегодня совсем не можете удержать удар судьбы, вы можете вот так поднять руку и сказать, именем Иисуса Христа, я провозглашаю сверхъестественную защиту, я провозглашаю кровь Иисуса на свою жизнь, я провозглашаю, что с сегодняшнего дня именем Иисуса Христа никто не властен в моей жизни, кроме самого Иисуса Христа. Этого имени не боится сам сатана. Он ничего не боится, но именем Иисуса Христа он боится. У нас нет власти посылать сатану в ад или куда там еще, нет такой власти, но можем запретить ему приближаться к нашей жизни именем Иисуса Христа. Это же песня такая. There is power in the name of Jesus. Есть сила в имени Иисуса Христа. И мы сейчас просто можем взять все наши обстоятельства, все наши неурядицы, все наши проблемы и еще раз говорю, не искать виноватых, а принести это все красным воротам храма. Искать Иисус, мы провозглашаем Твое имя. Даже вот от себя говорите. Я провозглашаю Твое имя. На эти проблемы, на эту ситуацию, на эти какие-то трудности, которые у нас есть, на людей, которые меня окружают, и я не вполне уверен от Бога они или нет. Я провозглашаю Твое имя. И пусть все, что от Тебя укрепится и возрастет, а все, что не у Тебя, да будет разрушено, сожжено. Прямо сейчас во имя Иисуса Христа. Благословите свою ситуацию. Благословите именем Иисуса Христа свои обстоятельства. Мы должны быть выше обстоятельств. потому что обстоятельства они земные. Это все, что нас окружает, это все видимое, а оно временное. А мы духовные и мы вечные. Так написано в Писании. Мы ничего не можем делать сами. В Писании Иисус говорит сам, без меня не можете делать ничего. Но с Его именем мы способны творить чудеса. И чтобы мы не возгорделись, это не мы творим чудеса. Это Бог творит чудеса. Он позволяет нам провозглашать эти чудеса на обстоятельства, на людей, на болезни, на трудности, на финансы, и не важно хватает их или не хватает. Мы имеем такую власть, данную нам Иисусом Христом. И никто не может против этой власти устоять. Почему? Потому что здесь я возвращаюсь к отрывку из 3-й главы Деяния апостола. И ради веры во имя Его имя Его укрепило всего. Ну, конечно. Ради веры в имя Его. И вот здесь как раз в этот момент, когда мы начнем провозглашать имя Иисуса Христа на наши обстоятельства, на наши болезни, на наши ситуации, на людей нас окружающих, мы и проверим свою веру. Если мы верим внутри, что мы дети Божьи, что имена наши написаны на небесах, и именно поэтому бесы повинуются в имени Иисуса Христа. Обратите внимание, мы не просто так записаны на небесах, мы записаны там, потому что имя Иисуса там. Мы рядом с Ним. Мы часть Его тела. И потому что Он там и мы там, Его здесь мы проверим как раз, насколько мы действительно верим. Помните историю, о которой мы говорили в прошлый раз? Ключевый вопрос, который Иисус спрашивал у Марии и у Марфы. Верующие посмотрите на себя, и скажите себе мысленно, как в зеркало. Кто вы? Скажите себе, как кем вы себя видите? Как у Достоевского в преступлении и наказании тварь или дрожащая или право имеют. Не то и не другое. Ты не тварь дрожащая и право не имеешь. Ты власть имеешь. Права таких нет. Права всего Иисуса Христа. И Он дал тебе эти полномочия. И у тебя появилась власть, сила и полномочия. Иисус пришел сюда, чтобы дать нам жизнь с избытком, а мы живем как нищие. Потому что образ мышления такой. Он пришел сюда, чтобы исцелить нас, а мы ведемся как больные, потому что образ мышления такой. Как у Атого, который сидел у красных ворот. Он хотел, чтобы в нем видели все больные и подавали ему милость. А Бог хотел, чтобы перестали подавать милость ему и сделали из него здорового. Вот это образ мышления Божия. Мы должны начать мыслить так, как мыслит Бог. В имени Иисуса Христа есть сила. И мы должны ее провозглашать на все. Если вы думаете, что что-то недостоин того, чтобы провозглашать на него имя Иисуса Христа, вы ошибаетесь. Потому что все, что в нашей жизни есть, поставлено возле нас с разрешением Бога, для того, чтобы проверить нашу веру. И это единственное, что испытывает Бог. Он испытывает наше физическое здоровье, он не испытывает, сколько раз мы подтягиваемся на турнике, сколько раз мы поднимаем штангу, и никакое расстояние мы способны пробежать за минимум времени. Он испытывает только одно наше веру. Больше ничего. Можно проверить? Маски держите, она готовит. Я могу без маски, потому что я говорю. мы должны помнить, что наша задача это не спасаться от этого мира. Наша задача провозглашать волю Божью. А воля Божья, она какая? Благая, еще какая? Угодная и совершенная. То есть лучше не бывает, чем воля Божья. А воля Божья была здесь, как написано в Евангелии, в Иисусе Христе. Воля Божья была в Иисусе Христе здесь. И Он нам эту всю волю передал. И власть эту всю передал. И мы обязаны сегодня верить в силу этого имени. Потому что даже заклинатели написано верили в эту силу. И пытались с ней что-то сделать. А наши имена записаны на небесах. Иисус сказал радуйтесь об этом. А мы сидим таких грустных слов. Корона. Карантин. Ну да, карантин и корона, согласен. Есть власть и начальство, которые поставил Бог над нами. И они решают закрыть сегодня с 5 часов вечера ни один магазин, кроме продуктов, работать не будет. И все, у народа трагедия. Можно подумать, ты в обычный день, когда у тебя все открыто, ты прям в будний день не ходишь в никакой магазине, в субботу ты пойдешь. Пляж закроют, видишь, но закроют пляж. Теперь вопрос такой. Политический больше, чем духовный. Ты на выборы ходил, ты бумажку в конверт клал, в урну опускал, все. Вот это люди, за которых ты проголосовал. Точка. Теперь, что писание нам говорит делать по этому поводу? Я напомню, молиться за всех человеков, за царей, власти и начальства. Для чего? Чтобы иметь жизнь безмятежную. А у нас она как и мятежная все время. Нам молиться за них надо. Не на них молиться, а за них молиться. Чтобы Бог им мудрости дал. чтобы они эту мудрость услышали. Если Бог то даст, конечно, потому что все, что мы попросим он даст. Вопрос возьмут ли они ее? Тоже вопрос. Но писание нам не говорит судить начальство и власть. Обсуждать говорит он такой, а этот сего особенно не очень странно это слышать верующих. Оттуда Билли не такой, Ганс не такой, этот не такой, этот не такой. Тебя к этому и писание призывает. Нет. Молись за власти и начальство. Я их властями не признаю. Это не вопрос не признавать, а молись за всех человеков. Они часть из человеков. Молись за них. По-еврейски все написано. Не так, так, так. Все равно надо за них молиться. По-любому. И правослушать имя Иисуса Христа на всю силу вражью, которая пытается через них что-то с нами сделать. А она пытается и все. Наша задача это правослушная. Вот написано, что вера в имя его спасла хромого от чрева матери. Слава Божья явилась там на этом месте. От чего? От веры в имя Иисуса Христа. А мы почему-то хотим чудес и знамений, а веры не проявляют. Вопрос теперь, где эта вера гнездится? Здесь мы умом пытаемся поверить? Или все-таки сердцем? Писание говорит, что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют к спасению. То есть мы не можем быть правильными в глазах Бога, пока мы в сердце не верим в то, что имя Иисуса имеет колоссальную силу в нашей жизни. Вот просто запишите себе есть сила в имени Иисуса Христа. Аминь. Можете на английском записать. There is power in the name of Jesus. Очень хочется на китайском. на китайском не знаю. На иврите могу сказать. Есть что все знают. А в том, что есть сила в имени Иисуса, они все знают. Надо, чтобы так знали, чтобы даже заклинатели говорили именем того, которого Иннокентий исповедует, повелеваю злому духу выйти. А злой дух выйдет и скажет, Иисуса знали, и Иннокентий мне известен. А ты кто? И отхватит там человек и потом придет Иннокентий и скажет, что сделать, чтобы песни меня боялись. А тот ему скажет, веруй в Господа Иисуса Христа, да, и так спасешься ты и весь дом твой. Все? Все. А уже нету такого ходи там трижды в день в синагоге или куда там надо ходить, в церковь, да, молись там в иконе какой-нибудь, поставь свечку, закончи восемь библейских колледжей, получи 35 теоретических образований, только после этого спасешься и инвест твой дом нет. Его спрашивают, что делать надо? Он говорит, веруй в Господа Иисуса Христа, и так спасешься ты и весь дом твой. Все. А что значит веровать в Господа Иисуса Христа? Это значит, что мы позволяем Его власти действовать в нашей жизни. И этой властью мы можем повелевать нашим обстоятельствам. Мы можем провозглашать имя Иисуса на обстоятельства, и все, что от Бога будет возрастать, а все, что не от Бога, будет разрушено. потому потому что есть сила в имени Иисуса Христа, которая разрушает любое препятствие. Но только она разрушает тогда, когда мы веруем в эту силу. Ключевой вопрос, веруешь ли ты? Если да, то это должно быть частью нашей жизни. А если нет, надо с этим что-то делать. Кстати, это не стыдно сказать, не хватает мне веры. Даже апостолы говорили, Господи, помоги нашему неверию. И он не начал их упрекать. Нет, он говорил маловерные, но он не начал их упрекать, вот вы такие вы не спасетесь, ваши имена не будут. Нет, он им просто показывал, как нужно жить. И до сих пор показывает. Мы должны принять эту веру, принять ее в сердце и исповедовать ее устанья. И тогда потому, что наши имена записаны на небесах, всякая сила вражия покорится именем Иисуса Христа. За это давайте будем молиться. Галерой, Господь, мы благодарим Тебя за то, что Ты дал нам ту власть, которой мы можем наступать на всю силу вражия. И это не только змеи-скорпионы, это любые духовные проявления потусторонних сил, которых мы называем дьявольскими, которые приходят в нашу жизнь и сеют страх, сомнения, стыд, какие-то противления, атакуют нашу плод, делают нас уставшими, делают нас какими-то непригодными в наших глазах, делают нас какими-то недостойными. Господь, мы знаем, что во имя Иисуса Христа провозглашаем наши имена записаны на небесах, и никто не может вычеркнуть, кроме самого Всевогущего Бога, но Его намерение нас во благо и не возгло по этому дьяволу, не сегодня. Во имя Иисуса Христа не сегодня ты не имеешь права приходить в нашу жизнь, потому что у нас есть власть препятствовать тебе, и мы сейчас здесь в согласии принимаем решение, что именем Иисуса Христа, в котором есть вся сила и вся власть в этом мире, мы запрещаем тебе приходить в нашу жизнь, в жизни наших друзей, в жизни наших семей, в жизни наших детей, в жизни наших родителей, и всех, кого мы знаем и не знаем, потому что эти люди принадлежат Богу и тебе, дьяволу, и не сегодня, я тебе говорю, а значит, и не завтра, и не послезавтра, потому что единственный день, когда мы можем провозглашать имя Господне, это сегодня, и завтра тоже будем провозглашать, что не потерять дьяволу никакой власти, только у Иисуса Христа, во имя Иисусом это провозглашаем и связываем здесь на земле, что было сказано на небесах. Мы сейчас провозглашаем также, что любые попытки дьявола расстроят любое наше начинание, любое начинание в жизни Лены и Спарши, любое начинание в жизни Яны не будут успешны, потому что мы разрушаем эти твердыни именем Иисуса Христа, в нас и с власть, и мы применяем ее сейчас, потому что веруем в силу имени Иисуса Христа. Мы провозглашаем это прямо сейчас и говорим, что нет никакой власти у дьявола, вся власть у Иисуса Христа. И эту власть мы провозглашаем на нас, на наши дела, на наши семьи, дома, финансы, работу, здоровье, на все, что касается нашей жизни, потому что там не будет места дьявола. И мы сейчас хотим, чтобы Ты, Господь, научил нас правильно одевать все оружие Божьи, чтобы не пропустить удар от дьявола, потому что Он будет атаковать, и мы знаем, что Он просто так не отступает. Но мы провозглашаем кровь Иисуса как защиту, защитную стену на все, что происходит в нашей жизни. Мы это провозглашаем, мы с этим соглашаемся. И написано в Писании, что все, что мы попросим в согласии Отца нашего Небесного, Он уже дал нам. Мы принимаем это сейчас. Принимаем это во имя Иисуса Христа. И говорим, что с этого момента имя Иисуса является нашей защитной реакцией на этот мир. Во имя Иисуса Христа это провозглашаем. Господь будет прославлен и превознесен на веки веков. И мы сейчас это имя, которое ты заповедовал нашим праотцам, Моисею и Арону, провозглашать на каждого израильтянина, а мы сегодня все свои духовные евреи, я провозглашаю это благословение и принимать его. Потому что те, кто примут это благословение, имя Господне будет на нем. Амин. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok